Всем здрасте, всем привет, добро пожаловать на мой канал, сейчас у нас ночь, на дворе ночь, глубокая, вот мой Дэниел Веллингтон, не даст соврать, 12.40 ночи, я только что вышла из душа, собиралась уже вообще идти спать, в принципе, но нет, нет, я не пойду спать, я хочу записать это видео, это такое, знаете, видео небывалое на моем канале до сели, это такой эксперимент для себя, для самой, хочу понять, насколько хорошо, или же опять-таки, насколько плохо я разбираюсь в плохом, некачественном, дешманском хайпе, речь в этом видео, как вы наверняка уже поняли, по названию пойдет о всеми известном артисте современности, величайшем артисте современности, ну точнее он сам себя таковым провозгласил, Давиде Манукяне, как тебя правильно представлять вообще, рэпер, блогер? Я думаю просто артист, потому что мне это ближе, у меня нет такого, что я только блогер, я больше артист, артист это человек для меня, который вот без ничего может, там, не знаю, на улице взять, собрать толпу, там, знаешь, и своим каким-то талантом, умением привлечь это внимание, поэтому я, в принципе, много чего могу. Засвечу свою тачку на обложке своего трека, завтра я запускаю челлендж в ТикТоке, следите за историями, я не скажу, во сколько будет пост, будут истории, я выложу, короче, челлендж на ТикТок, зайдете там на обложке, я засвечу свою, точнее уже засветил, и завтра я выложу. С Серегой, помните Серегой, думаю, мы все с вами его помним, черный бумер, черный бумер, стоп, сигнальные огни, ну короче. Речь сегодня пойдет об их якобы-якобы конфликте. На мой взгляд, на мой взгляд, у меня нет никакой информации, у меня нет никаких доказательств, окей, сразу давайте здесь разберемся. Все, что я сегодня скажу по поводу этого якобы конфликта, это все лично мое мнение, потому что, ну вот просто я не верю в эту туфту, не верю я в этот бред, и вы знаете, ну кратко давайте расскажу о тем, кто вообще не в теме, потому что я не знаю, смотрит ли моя аудитория, и вообще знает ли она, кто такой Дава, который появился просто на горизонте шоу-бизнеса ниоткуда, сам себя провозгласил артистом, имеет огромную популярность в Инстаграме, но в основном, судя по его подписчикам, он интересен молодой аудитории, очень молоденьким, скорее всего, девчонкам, потому что наверняка люди, мужчины, женщины нашего возраста с вами, может быть, постарше, вряд ли кого-то такой человек может заинтересовать, потому что, если послушать, как он говорит, там просто А, Б, М, Г, Д, хочется вообще задать большой вопрос, человек вообще хоть какое-то образование имеет, он хотя бы 9 классов школы закончил, этот артист современности. Ну так вот, в общем, также по совместительству он является новоиспеченным парнем Ольги Бузовой, я думаю, что, конечно, там тоже нехилая популярность прилетела, так как она сейчас звезда звездой в российском шоу-бизнесе. Если артистом сейчас себя может называть буквально каждый первый с улицы, который себя, ну, просто, ну, ничегошеньки не представляет, кроме того, что он вы***вается на камеру, ну, может быть, для малолетних, конечно, хотя мужику уже, блин, по 30, а он все ай-яй-яй, нэ-нэ-нэ, туда-сюда, ручку вниз, ручку вверх, ну, и набрал себе 12 миллионов подписчиков, неизвестно каким путем. Ну, хотя, может быть, и известно, не знаю, ладно. В общем, конфликт у них выявился с Серегой, которого уже наверняка все давным-давно позабыли, никому он уже был неинтересен, никому он уже был не нужен, никто на его концерт наверняка уже и не ходил. И тут, конечно, наверняка Сереги на какие-нибудь пиар-менеджеры решили купить рекламу у Давида, я думаю, заплатили ему, конечно же, немало, потому что ценник, я думаю, у таких артистов достаточно высок. И замутили они такой якобы типа конфликт. У Давы сегодня в 23.59 должен был выйти совместный трек с Серегой, вот этот самый черный бумер. И буквально за час до и релиза этого замечательного, неимоверного шедевра искусства выходят следующие сторис. Я оценил твою обложку, крутая обложка, но тебе не кажется, что есть еще один дядя, который тоже мог бы быть на обложке, потому что дядя участвует в этом треке. И без разрешения этого дяди трек в таком виде вообще может не выйти. Не то, что дядя так сильно хочет на обложку, просто дядя уже маме пообещал. Так что ты, давай-ка ты справляйся. Ну сразу понятно по этим сторис, что это просто тупо некачественная игра актера. Но я не знаю, кто может поверить вообще в эту игру Сереге, что это все по-настоящему, я не знаю. Ну как бы я вообще сама не против хайпа. Сейчас без хайпа блогерам, артистам, реально артистам прожить очень и очень сложно. Хайпуют сейчас абсолютно все, от мала до велика. И я не вижу в этом ничего плохого, если это сделано качественно, потому что это шоу. И людям всегда было интересно смотреть на шоу, зрелища, драма, какие-то конфликты, какие-то драки, какие-то, я не знаю, мордобои и так далее. Это всегда было интересно, это всегда продавалось, это всегда покупалось. На этом всем строятся все эти реалити-шоу, которые идут по 40-50 лет. И люди до сих пор смотрят и приносят эти шоу огромные рейтинги. Поэтому я не против хайпа. Я сама частенько этим занимаюсь и ничего плохого в этом не вижу. Но я считаю, что если ты хайпуешь, ты хотя бы делай это качественно. Особенно, если ты артист такого уровня. Ну просто ты смотришь на эти истории, ты понимаешь, что ну блин, ну чувак, ну не верю. Ну не верю я, блин, тебе. Ну как бы, ну, я не знаю, найми тренера себе по актерскому мастерству. Ну как-то, чтобы это хоть более как-то убедительно все это прозвучало. Ну что такое? Давид, соответственно, тоже пошел с ответочкой. Якобы, что он, ну вот-вот, нет, а вот мне есть, что тебе сказать, дорогой ты мой друг, Серега. Серега, это трек про то, как я купил тачку. Это моя история, хоть она совместная с тобой, но это трек про то, как я покупаю тачку. Поэтому на обложке тебя не будет. Если есть вопросы, ты лучше мне набери, чем вот так вот. И очень важный момент, трек сегодня вечером выйдет. В общем, трек не выйдет. Сейчас позвонили с лейбла. Сказали то, что мы не имеем права подавать, выкладывать трек без его согласия. Это пиздец. Ну я глубоко сомневаюсь, что у артистов такого уровня, когда у них уже все запланировано, когда вбуханы огромные деньги, даны всем на разных уровнях, чтобы распиарили этот трек. И вдруг буквально за час что-то идет не по плану. Естественно, давным-давно в контракте все эти мелочи, все эти нюансы, все это давным-давно прописывается. И если кому-то что-то взбрендило вдруг за час до релиза, ну никак это не может уже никуда и ни на что повлиять. Поэтому я считаю, опять-таки, я это не утверждаю. У меня нет никаких доказательств. У меня нет никаких источников. Но просто мне реально интересно, что будет дальше, потому что за таким вот дешевым хайпом, конечно, наблюдать, с одной стороны, совершенно неинтересно, потому что, думаешь, ну вот даже та же инстасамка вот недавно, да, выпустила видео, которое уже больше миллиона просмотров набрало. Девчонке 20 лет, вот она вот реально крутая. Вот если она хайпует, она хайпует так, что ты действительно офигеваешь. Ты смотришь и думаешь, блин, что она вообще творит? У тебя этот человек вызывает хотя бы какие-то эмоции. Она выводит тебя на эмоции специально, не специально. У нее это получается. Ну вот этот вот дешманский хайп, который просто рассчитан на кого? Ну на школьников, может быть, он и рассчитан. Кто в этом может поверить? Потом у Сереги буквально после этих сториз Манукяна... Я просто сидела, мониторила с телефоном и понимала, что у него с каждой минуты увеличивается там по 100 подписчиков. Это никому не нужен давно забытый Серега. Ну как бы понятное дело, что это все сделано для хайпа. Я уверена, что вся эта ситуация разрешится. Что они найдут, в итоге придут к общему знаменателю. Что они простят друг друга. Что они поймут, что тот был неправ, а тот извинился. А тот понял, что повел себя там не по-мужски. Или так, или сяк, или иначе. Но в итоге конфликт разрешится. Конечно же, трек этот благополучно выйдет. Я уверена, что они еще и клепец какой-нибудь совместный замузят. Это все уже было давным-давно оговорено, придумано, прописано пиарщиками, агентами, менеджерами и так далее, и тому подобное. И вот мне просто интересно, окажусь ли я права или нет. Даже вот в Инстаграме я сегодня, как только я увидела эти сторис, я сразу написала, что я в этот цирк не верю. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, если вы хотите знать больше подробностей. А также смотреть крутые интересные видосики от меня. Не верю я в этот хайп. Это однозначно некачественный, дешманский хайп, который рассчитан... Ну, я не знаю, они, видимо, думают, что у них аудитория совсем уже недалекая, раз они готовы поверить вот в такое. Вот в такую отвратительную, неправдоподобную актерскую игру. Опять-таки, еще раз хочу сказать, что я не против хайпа. Если ты это делаешь, чувак, ну, делай хотя бы это достойно. Вот, интересно, что вы думаете? Знаете вы, да, вы не знаете. Что вы вообще знаете в этой ситуации или не знаете? Мне вот просто тупо стало интересно, потому что я все-таки варюсь в блогерских кругах. Мне это интересно. Мне эта тема интересна. И хочу посмотреть, насколько хорошо сработает моя такая вот просто женская чулька. Ну, или просто, я не знаю, логика. Так что вот так. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Вообще, считаете ли вы Давидом Манукяна великим артистом современности, суперталантливым человеком? Что вы думаете про его творчество? Как вы вообще считаете, современная вот эта вот культура вот этих вот всех новоиспеченных так называемых артистов, это вообще хорошо, плохо? Это туда, куда движется наша культура? Или это dead end, как говорится, и ни к чему хорошему это не приведет? Ну, пишите, что вы думаете, кого вы слушаете, кого вы смотрите, кто вам интересен, кто вам не интересен. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Опять-таки, посмотрим через какое-то время, была ли я права или, ну, тоже совершила ошибку. Опять-таки, все, что было сказано в этом видео, это мое личное мнение, на которое, естественно, я имею право. Точно так же, как и вы. Спасибо, что вы смотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там вас ждет много всего интересного. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!